Всем приветики, друзья! У нас с вами очередное видео из рубрики Истории жизни, психологии и отношений про РСП, про сайты знакомств. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты Истории жизни, психологии и отношений, чтобы посмотреть предыдущее видео. Опять иногда поступают такие комментарии, поэтому говорю, я замужем, у меня дети. Иногда снимаю влоги, последнее время реже, но они есть у меня на канале, еще-то буду снимать, уже какие-то нарезки поснимала. Кому интересно, можете смотреть мои влоги, где я все это, в принципе, показываю. Также подписывайтесь ко мне на мой Бусти-канал, где будем обсуждать любые разные темы. И есть там какие-то истории, которых нет на Ютубе. Обмениваться фотографиями, знакомиться, общаться. Поэтому присоединяйтесь к Бусти, ссылка под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Но сейчас такая, знаете, вот что-то в последнее время женщины мне рассказывают такие истории, я бы даже сказала, поучительные. Они хотят как бы донести что-то до людей. Ну, я думаю, что это вообще глухой номер, это кого-то что-то доносить, как бы каждый там имеет свое собственное мнение по поводу разных вопросов. Но есть люди, которые слышат, которые прислушиваются. И вот я знаю, что сейчас мужчина закидает ее просто тапками, потому что вот такие вот, наверное, истории надо держать при себе. Хотя, если она захотела, поделилась и захотела, чтобы я сняла видео, рассказала, ну, как говорится, не вопрос. Любой каприз. Вот, рассказывает мужчина, говорит, хочу вам рассказать, как искать себе жену, как искать себе партнера для жизни, чтобы она была верной, преданной женой, которая никогда в жизни не посмотрит на сторону, которая будет вам там готовить, стирать, убирать и вас ценить и любить. Вот, да, начало такое очень интересное. Она говорит, я женщина, умудренная опытом. У меня было столько мужчин, говорит, очень много. Я разведена, там у меня ребенок был на тот момент, еще сейчас я вышла уже замуж. Второй раз, говорит, у меня было, ну, есть вот два официальных брака и четыре сожителя было, четыре гражданских, как говорят, да, вообще-то неправильно, ну ладно, четыре неофициальных брака. То есть и между ними было столько, говорит, что я, у меня когда-то там выпивали, говорит, с девчонками, там разговаривали, сколько у тебя мужиков, сколько у меня. Она говорит, ты знаешь, на 37-м я перестала считаться. То есть, говорит, всех и не упомнишь, ни по именам, ни вообще, как бы. Я, говорит, девочкой ранняя была. Мне это дело очень, всегда интересовало с очень раннего возраста, и я, как бы, там, не заморачиваюсь, да, то есть много было мужчин, много. И вот что хочу сказать. То есть я всегда хотела, да, устроить личную жизнь. И пока я ее устраивала, у меня были и женатые, и обеспеченные, и оленяки, и холостые, и всякие разные, говорит, и возрастов, и, в общем, развлекалась, как могла. Ну, что имеет право каждому, это дело личное каждого, да. Вот, и, говорит, потом-таки я, знаете ли, я поменяла в свой ракурс, во-первых, говорит, еще и женщинам хочу рассказать, как найти мужа, правильно, слушайте, вот интересно, да, как для многих женщин-то будет, то есть и для мужчин, и для женщин. Я сначала ставила перед собой цель найти, конечно, богатенького. Ну, как и мы все, говорит, хотим. Ну, неправда, не все. Ну, многие, во всяком случае, да. И на тех же сайтах я тоже искала, смотрела, чтобы машина была получше, там, и одежда, все дела. А потом я поняла, что все эти богатенькие, такие козлы редкостные, говорит, что вообще с ними делать просто нечего. Я поняла, что это не для жизни, их можно только использовать, да. То есть они используют меня, а я использую их. Все довольны. И поняла, что мужу надо искать несколько иной категории мужчин. Вот, и нашла мужа такого, машины нет, нормальная, хорошая, стабильная работа, с хорошим заработком, не выпендрежник, тихий, спокойный парень, да. Который от меня, говорит, в полном восторге, который на меня так смотрел, как, ну, как-то так интересно все это дело рассказывала, да. Как бы, то есть я поняла, что он меня любит, хочет, и, ну, сначала он мне был как-то не, ну, как, не так. А потом, говорит, из-за этой вот его вот энергетики, вот этой вот его любви, он, говорит, со мной сильно не ухаживал, деньги на меня сильно не тратил. Говорит, ну, я поняла, что зарплата у него нормальная, жить можно, да. Там мороженое когда-нибудь купит, там, как бы, там сок, еще что-то, как бы, ну, просто по мелочи. В этом деле у нас все было чики-пуки, говорит. Все классно, все прекрасно, меня это все устроило. Я поняла, что вот он, мой будущий муж. Говорит, ну, и да, в итоге мы поженились, там, как бы он ухаживал за мной, за мной встречались мы, там, вот, долго вот общались, как бы, какое-то время. Потом стали жить вместе, потом поженились, у нас двое детей уже родились, говорит, в совместном браке, как бы, ну, все классно, замечательно. Так вот. Поэтому, говорит, хочу сначала обратить внимание женщин, чтобы они, как бы, сместили свой ракурс с этих богатеньких негодяев, как она сказала, потому что богатенькие, они все через деньги рассматривают. Для них женщина – это товар. Говорит, они до такой степени тоже вот прожженные, такие вот умудренные жизнью, что они не будут просто так распыляться, говорит. И ведитесь вы на чужие деньги. Вот, ну, права женщины, на самом-то деле. Опытная женщина рассказала, что не стоит вестись на чужие деньги, потому что они чужие, они вашими не станут. Да, как бы. И вот эти богатенькие мальчики, мужчины, они тоже рассматривают женщину, как вот, чтобы с ней такое поиметь, как бы ее так вот поиметь. Да, ну, вот есть такой момент. Вот. А что касается мужчин, говорит, вот вы все себе ищите там, не знаю кого, девственниц, вы же поймите, девственниц нынче в природе не существует, потому что вы все хотите на первом свидании. Если вам на первом не дают, то вы сваливаете. А мы не хотим, чтобы вы сваливали, поэтому даем вам на первом. Нет, ну, это уже, конечно, тоже перебор. Ну, вот она рассказывает именно так. Я не знаю, на каждом ли первом свидании она давала, или на втором, или на десятом. Суть не в этом. Как бы, говорит, девственниц, не ищите. Ищите себе, она хотела сказать, такую, как я, такую пророжженную, повидавшую виды. Говорит, да, мужиков было много. Я такая вот, огонь просто, говорит, в этом деле, говорит, он просто вот сказал, что у меня там было несколько штук. Она, как говорит, по-простому. Говорит, ты лучшая. Я, говорит, просто обалдел, какая ты там вот с тобой попробовал, вот всё. Ну, вот этот её муж, который стал мужем, да. То есть ты просто лучшая. Она говорит, я знаю. Да, я знаю, что я лучшая, всё. Ну, как бы, она говорит о том, что, говорит, я настолько выгуленная, я даже мысли не допущу, что я могу изменить своему мужу. Мне это просто не надо. У меня уже всё в жизни было. Да в таком количестве, что я не понимаю, зачем это надо, да. То есть женщина говорит, просто так мужчине изменять не будет. Никогда. То есть она выбирает такого мужа, что он бы тоже был вам верен, чтобы он был вам предан, чтобы вы для него были ламба-ван, как она сказала, да, номер один, понимаете. И всё тогда будет нормально. Я, говорит, настолько ценю своего мужа, он для меня настолько важен, нужен, лучше него просто нет. Мне поверите, есть чем сравнить. Да, то есть мой муж это лучший мужчина, говорит, который у меня только вот был за всю мою жизнь. Ну, первый муж тоже говорит, нормально, нормально, но прошла любовь, завяли помидоры, неважно. Да, то есть сейчас я в счастливом браке. И вот это вот, что женщина-то может изменить мужчине, говорит, у меня даже мысли нет ему изменять каким-то козлом, говорит, все козлы, на самом деле, я это прекрасно понимаю, поэтому зачем мне мараться, зачем мне пачкаться, у меня прекрасно это дело с моим мужем, мы оба работаем, мы оба хорошо зарабатываем, мы стремимся там к успеху, у нас всё классно, всё получается, там дети, вообще, говорит, это совершенно невозможно. Да, поэтому, говорит, хочу дать вам совет, мужчины, ищите себе женщину, повидавшую виды. Ну, я тоже, кстати, знаете, услышала такое выражение, что из простимашек этих хороших жёны получается. Нет, я ни в коем случае не хочу обидеть героиню этой истории, это не имеет никакого отношения к вам, не принимайте это на свой счёт, нет, ну, просто я слышала такое выражение, на самом-то деле, что да, из этих вот самых, скажем так, специально обученных женщин получаются очень хорошие, верные, преданные жёны. Да, что-то в этом есть. Только, пожалуйста, не пишите мужчины про вот эту бредятину, телегония, телегония, всё это ботва, да, это вот кто-то что-то вот выдумывает, что-то придумывает. Вот, рассказала женщина. На 37-м перестала считать. Прекрасные дети в совместном браке получились, ну, относительно взрослые уже, всё классно, замечательно. Как бы, поэтому, в принципе, ну, я знаю, вы можете там кидаться тапками, писать, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, но вы просто подумайте так вот в глубине души, подумайте, что, может быть, действительно стоит обратить внимание на женщину, которая не строит из себя там неизвестно кого. Кстати, я вот ей задала этот вопрос, а вы своему мужу рассказывали о том, сколько было у вас мужчин? Она говорит, а он меня не спрашивал. Он меня не спрашивал, но ему это неинтересно. У нас когда-то произошёл, говорит, конфликт с соседом. Значит, он там, ну, на моей территории, поднимались мы в квартиру, значит, и этот сосед, говорит, мы постоянно с ним в войну, такой, ну, плохой человек, да, вот, и он увидел меня с мужем и говорит, эй, ты слышишь, ты знаешь, сколько у неё, типа, до тебя там что-то было там такое там, и другой у неё муж был, она с другим жила, там, ну, он про другого мужа имел в виду, да, муж говорит, мой повернулся к нему, говорит, слышь, ты рот свой закрой, говорит, мне абсолютно плевать, сколько у неё было мужчин до меня и с кем она жила до меня, мне плевать, сейчас она моя жена, она со мной, и это самое главное, то, что было мне неинтересно, ну, и всё, я дальше пошёл, она говорит, я знаю, мы когда-то с ним об этом говорили, ему это совершенно неинтересно, он даже не спрашивал, сколько у тебя их было, да, он знает, что я была замужем там до этого, он знает даже, что кроме мужа у меня был там, ну, один сожитель, она не сказала, что у него было четыре, говорит, ну, то есть ему это в принципе неинтересно, вот это количество мужиков, да, а какая разница, говорит, он знает, что я верная, преданная, любящая, говорит, тоже, ну, всё у нас классно, всё замечательно, мы с ним, и муж, женой, и любовники, и друзья там, и всё на свете, то есть он, говорит, это моя лучшая подружка, я его лучший дружбан, и в этом деле у нас всё прекрасно, как бы, ну, вот, говорит, я счастлива, да, говорит, мы познакомились на сайте знакомств, поэтому и мужчины, и женщины, задумайтесь о том, каким, говорит, неценным опытом, я с вами поделилась, ну, в принципе, может быть, действительно, для кого-то этот опыт чужой будет ценным, поэтому, я думаю, и мужчины, и женщины, задумаются, как искать себе мужа, как искать себе жену, в какой именно категории людей, ну, спасибо вам, конечно, за историю, я думаю, что комментарии будут такие, ну, это будет тоже прикольно почитать, всё, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца, пишите свои истории, как вы знакомились на сайте знакомств, причём будет интересно послушать и мужчин, почитать точнее комментарии, и женщин, то есть пишите ваши опыты, это тоже, кто-то почитает, может быть, ну, и будет вам за это благодарен, за свой опыт, и какие советы вы можете дать, только не просто там, РСП, ладно, твой, ну, это боты какие-то пишут, да, а как-нибудь или РСА, там тоже самое, зло одно, пишите как-то по-нормальному, да, по-человечески, о своём вот опыте, ну, разные же нюансы бывают, разные бывают моменты, ну, правда, будет интересно почитать, может быть, я говорю, кому-то будете полезны, кого-то надоумите на что-то, может быть, ошибок каких-то избежать, может быть, наоборот, какой-то дельный совет дадите, делитесь опытом с людьми, не жадничайте. Всё, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца, до новых встреч, пока.